МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Мария, в целом, что из себя представляют студенческие отряды и как давно данное направление развивается в нашем регионе? Студенческие отряды в республике начали возрождаться в 2009 году. Вообще официальным годом возрождения студенческих отрядов по всей стране это 2004 год, как раз 17 февраля, когда произошел большой съезд и было решено возрождать российские студенческие отряды. В 2009 попытки такие были у нас в республике. И до 2015 года они то появлялись, то опять затухали. В 2015 году инициативной группой молодежи российские студенческие отряды региональное отделение было зарегистрировано здесь, как некоммерческая организация, как региональное отделение большой всероссийской организации. И с 2016 года это направление подхватила молодежная программа главы республики Хакаси Альфа. И вот мы уже два года, уже третий год развиваем это движение у нас в республике. Но в целом в республике существуют различные движения, те же волонтеры. В чем принципиальное отличие от волонтеров? Принципиальное отличие от волонтеров в том, что ребята в нашей организации имеют возможность работать. Во-первых, они имеют возможность получить официальный опыт трудоустройства в летний период времени, потому что студенческие отряды это в принципе организация, возрожденная организация советского времени, когда студенты объединены были в строительные, педагогические отряды, ездили как раз на БАМ, на Целину. Можно вспомнить, что в советское время у нас здесь на территории республики была всесоюзная стройка, и студенты строили здесь и Саяно-Шушенскую ГЭС. В том числе. Поэтому сейчас все то же самое. Есть отряды, есть бойцы, командиры, комиссары, то есть определенная такая ячейка, которая работает в течение лета, официально трудоустраивается, официально получает заработную плату, получает опыт работы, навык работы, знакомится со спецификой работы. И помимо этого, естественно, еще общается с молодежью из других вузов, если мы говорим про ребят с разных учебных заведений, если мы говорим про всероссийские какие-то мероприятия, проекты, стройки, педагогические проекты, то они общаются с молодежью со всей страны. И это, конечно, еще и опыт общения, это возможность получить новый опыт в плане профессиональном, познакомиться, получить дополнительные эмоции, поездить по всей стране. И такого, на самом деле, никакая другая организация на сегодняшний день не дает. На минувшей неделе вы проводили масштабный такой слет. Скажите, в чем суть и цель данного мероприятия? Познакомить студентов вообще с нашим движением, рассказать им о возможностях в рамках нашего движения. То есть там были не только действующие бойцы студатрида? Нет, конечно, там был актив наших бойцов. Надо сказать, что на сегодняшний день мы развиваем 4 направления основные. Это педагогические, строительные, сервисные и сельскохозяйственные отряды. Так вот, бойцы, командиры, комиссары всех этих направлений были у нас на этом слете. Но они как раз выступали организаторами. А гостями нашего мероприятия как раз были студенты, обычные студенты, половина из которых вообще знали и знакомы с нашим движением, половина из которых первый раз с нами познакомились. И вот задача этого слета была познакомить ребят с движением, рассказать о направлениях деятельности, показать, где они могут поработать. Не секрет же, что студенческие отряды сервисные, они в том числе и обслуживали все объекты Олимпиады. То есть это тоже большой плюс. А на сегодняшний момент много ли ребят входит в состав студенческих отрядов? В республике у нас порядка 200 человек на сегодняшний день. Но это количество то увеличивается, то уменьшается с каждым годом, потому что ребята выпускаются, ребята приходят новые. И где-то в период лета трудового их порядка 300 человек. Но это связано с тем, что у нас не такое большое количество вузов и СУЗов, в том, что мы начинаем работать. А в других регионах это, конечно, и тысячи, и две, и у кого-то и три. Но мы начинаем, мы развиваемся. Надо сказать, может быть, даже похвастаться, это определенная гордость среди 74 региональных отделений РСО. В этом году по результатам рейтинга, это определенный конкурс-рейтинг среди всех отделений, по многим показателям, мы вошли в 30-ку. То есть мы заняли 28-е место. Это за два года работы, хотя многие региональные отделения существуют уже больше 5-6 лет. То есть мы развиваемся, трудимся и показываем результаты. А как вы набираете бойцов? Есть какие-то критерии отбора? Ну, необходимо первое быть студентом. Зачастую очные формы обучения. Иметь желание работать. Определиться с тем направлением, где ты хочешь работать. Нет необходимости учиться и работать в отряде, согласно той специальности, которой ты обучаешься. У нас мы не закрепляем ребят. То есть даже если... То есть если человек строитель, но ему ближе там сервис, охота поработать... Да, он может пойти в сервисные отряды. То же самое с педагогами. У нас бывают случаи, и очень часто, когда у нас строительного направления ребята идут в педагоги, и наоборот. То есть здесь у ребят есть возможность действительно посмотреть и познакомиться со сферой деятельности. Бывают и случаи, когда у нас ребята после трудового лета резко меняют направление обучения и понимают, что им это ближе. Бывают моменты, когда мы теряем ребят, которые уезжают в те регионы, где они поработали. Ну и такое есть. Но зато они дальше для себя определили свою судьбу и свой жизненный путь. Поэтому да, они могут выбрать направление и дальше уже трудиться. Но все-таки это студенты, и опыта, работы у них еще нет. Вот та работа, которая им за дальнейшим предлагается, это не квалифицированная? Вообще по разным направлениям у нас есть определенные этапы подготовки. Если это педагоги, то у нас есть школа подготовки вожатых. Сейчас она уже лицензирована, есть онлайн обучение через РСО образование. Они проходят там определенные лекции, сдают тестирование. Потом здесь у нас на территории республики проходят практические занятия, работают в пришкольных лагерях, и после этого мы их выпускаем. И, соответственно, трудоустраиваем. Если это сервис, то с этого года мы будем плотно работать, потому что уже поняли на своем опыте в прошлом году, когда ребята съездили в Крым, мы поняли, чего им не хватает. Им действительно не хватает практики и понимания, что их ждет на площадках. Они будут работать у нас, получать практику на базе кафе-ресторанов и познакомиться с гостиничным, так скажем, бизнесом, направлением. Они будут понимать, что от них ждут и насколько легок или тяжел для них будет этот труд. Если это касается строителей, то здесь мы, конечно же, зависим от работодателя. Если работодателю нужны низкоквалифицированные рабочие руки, рабочие кадры, если это действительно работа лопатой или просто руками, то, в принципе, у нас студенты спокойно проходят технику безопасности, все это, естественно, инструктаж проходят и могут спокойно работать. Если у работодателя заявки на другие специализации, то есть там и электрики бывают, и бетонщики и так далее, то мы стараемся сейчас как раз как можно быстрее понять их заявки и попробовать на базе наших учебных заведений, предоставляющих подобные образовательные услуги, ребят проучить. Но здесь мы сталкиваемся с проблемами того, что иногда бывает образовательный процесс гораздо больше того подготовительного периода. Но это мы все решаем. Я думаю, что в этом году у нас все получится. Но то же самое по сельскому хозяйству. А где вы находите работодателей? Часть работодателей выходит на нас уже самостоятельно. Тем более, что мы два года успешно достаточно отработали. У нас есть работодатели, которые уже три года с нами. Вот они уже нам заявки отдали, подали. Уже даже в конце лета они сказали, что в следующем году мы с вами работаем. Так вот у нас, допустим, договоренность есть такая с лагерями летними оздоровительными. Если говорить о сервисе за пределами республики, то тоже вот мы получили приглашение уже поработать опять в республике Крым. В принципе, нареканий сильных к нам не было, несмотря на то, что мы первый раз вот отправили. Ну и говорю, что мы тоже работу над ошибками сделали. Я думаю, что у нас отряд в этом году поедет более подготовленный и без вот таких интересных моментов, когда случалось, что ребята реально срывались через три дня работы, говоря, что мы, к сожалению, не рассчитывали на такой труд. Мы думали, что просто нужно будет отдыхать. Хотя все это в процессе встреч, бесед, общений с отрядом, все это проговаривалось неоднократно. Ну, все бывает. Если говорить по стройке, то, допустим, в прошлом году у нас ребята трудились на строительстве объектов универсиады в Красноярском крае. Не знаю, как по поводу Красноярского края, но, в принципе, со всеми региональными отделениями мы связь поддерживаем. И если сейчас по основным направлениям специализации бетонщики, монтажники, штукатурщики и так далее мы отработаем, то у нас будут заявки, и ребята у нас поедут. А желания самих ребят учитываются? Потому что, как мне кажется, многие захотят не оставаться в Хакасии, а поехать в Крым. Естественно, у нас при включении в отряд, да, и при формировании вот этого портфеля заявок от работодателей, мы сразу ребятам озвучиваем, какие варианты работ у них есть. И они сами для себя выбирают. Я хочу остаться в республике. И, кстати, поверьте, немалое количество людей вот хочет остаться именно в республике работать. Все-таки и дом, и лето, и хочется отдохнуть. С чем это связано? Потому что на всероссийские проекты, которые организует у нас центральный штаб, на эти проекты нужно пройти конкурс определенный. Здесь есть определенная доля риска, что отряд попадет или не попадет. Возможно, появятся новые отряды, которым решат дать дорогу, чтобы они попробовали себя впервые на всероссийских проектах. Тем более, мы уже на них были. Такие проекты, они оплачиваются работодателям, дорога компенсируется. Понятно, проживание, питание, это все включено. А если мы говорим о наших региональных проектах, когда мы их отправляем за пределы республики по договоренности с другим региональным отделением, то зачастую это не оплачивается ребятам. То есть дорогу, вот эти расходы на дорогу, они несут сами. И здесь уже каждый решает для себя. Мы всю информацию до ребят доводим сразу, говоря, сколько это будет стоить. Если это оплачивается, то это оплачивается. Если нет, то нет. Вот такие-то будут заработные оплаты, вот такие-то условия труда. То-то, то-то будет от вас требоваться. Вот такой-то перечень у нас будет должностей в той или иной организации. И ребята уже сами принимают естественные решения. А после закрытия сезона вы подводите какие-то итоги? Да, у нас, естественно, летом трудовым не заканчивается работа студенческих отрядов. Вот как раз после трудового лета мы частично переходим в разряд волонтеров тех же. Потому что мы занимаемся как раз и ремонтом, помощью ремонта квартиры ветеранов Великой Отечественной войны. Занимаемся благотворительными акциями. Ну и, естественно, после каждого вот такого трудового лета мы подводим итоги, выбираем ребят наиболее активных и по результатам лета, и по результатам, собственно, работы в течение года вручаем им благодарственные письма. В планах у нас подготовить свой особый знак республики Хакасия, студенческих отрядов республики, вот, чтобы ребята могли гордиться. Самые-самые активные у нас едут на всероссийских слет студенческих отрядов. Он проходит в конце года, когда там собирается более двух тысяч студентов со всей страны, проходят уже всероссийские соревнования, спортивные, конкурсы профмастерства среди и вожатых, и строителей, где им предлагается там на скорость собрать стену, ее штукатурить и так далее. Ну и, естественно, концерты, развлечения, мастер-классы, где они там по полной заряжаются эмоциями. Мария, ну данному направлению есть куда расти? Будете как-то расширять вот те же направления деятельности для ребят? Да, у нас уже, если честно, два года в планах создания медицинских студенческих отрядов. И у нас есть еще одно направление – это энергетические отряды. Но дело в том, что туда могут попасть вот как раз единственное ограничение – ребята, которые учатся по профилю. И поэтому вход туда для всех остальных ребят закрыт. Но он тоже есть, этот отряд. А в дальнейшем, ну вот, медицинские отряды, посмотрим еще какие-то. Тем более, что ребята хотят, ребята готовы. Мария, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова